В 2010 году руководство Краснодарского края и администрация Сочи с большим энтузиазмом поддержали идею строительства многофункционального спортивного комплекса в Лазаревском районе. Возводили двухэтажное здание площадью более 4,5 тысяч квадратных метров на протяжении нескольких лет. Как и в любом большом строительстве, без трудностей не обошлось. Рабочие не успевали по темпам. Из-за оригинальной конструкции здания долго проводили коммуникации, но теперь все это позади. Завершено также благоустройство прилегающей территории и для удобства организовали вместительную парковку. На площади перед дворцом спорта собрались сотни спортсменов, жителей и гостей курорта. В строительство этого спортивного сооружения выделено 245 миллионов рублей. Из них 178 миллионов рублей выделено губернатором Краснодарского края Александром Николаевичем Ткачевым. Остальные это федеральный бюджет и муниципальный бюджет города Сочи. Этот спортивный комплекс наверняка станет центром притяжения всех жителей Лазаревского района, которых хотят заниматься физической культурой и спортом. Детей, прежде всего проживающих в этом муниципальном образовании. По итогам минувшего года Сочи вошел в пятерку лучших городов страны по развитию физкультуры и спорта. Юные спортсмены принесли в копилку курортных достижений полторы тысячи медалей. За пять лет на курорте возведено восемь современных спортивных школ. Мы сегодня сочинцы гордимся тем, что у нас сегодня в спортивных секциях, в спортивных школах сегодня 23 тысячи мест в наших музыкальных школах, в школах искусств 22 тысячи. Итого 45 тысяч мест для того, чтобы наши школьники, наши дети нашли для себя увлечение. А у нас всего детей до 18 лет 44 тысячи. Таким образом, каждый ребенок должен найти свое место и найти себе увлечение. Официальным гостям провели экскурсию по универсальному спорткомплексу, показали зал для единоборств. А в игровом зале они опробовали поле для мини-футбола, забив несколько мячей ворота. В новое здание переехали воспитанники детской спортивной школы номер 4 и 6, хотя двери будут открыты и для всех желающих. Юные спортсмены уже думают о том, как они будут тренироваться в стенах нового спорткомплекса. Ребята уверены, он станет центром развития физкультуры и спорта в Лазаревском районе. 12-летняя гимнастка Арина Таргашина не может дождаться первого занятия и уже тренируется на ковре. Спорткомплекс лучший, нам он очень нравится. Мы с девчонками будем стараться побеждать. Он поможет мне достичь каких-то моих целей, каких-то желаний. И я говорю всем спасибо, спасибо тренерам, спасибо директору. Я благодарю руководство города, руководство края, ну всех-всех. Спасибо всем. У каждого спортсмена в комплексе будет свой личный шкафчик. После тренировок ребята смогут принять освежающий душ. Предусмотрено здесь все и для людей с ограниченными возможностями. Пандусы, лифтовые подъемники, семь специализированных уборных. 200 человек смогут одновременно заняться борьбой, бодибилдингом, художественной гимнастикой, боксом, футболом, волейболом, баскетболом и теннисом в двух больших залах. Нашлось место и для любителей шахмат. Также в спорткомплексе есть собственный компьютерный класс с выходом в глобальную сеть, где каждый желающий сможет углубить свои знания в любой области. А может быть именно здесь разовьется и виртуальный спорт. Будем работать на поддержание выносливости, подкачивать всякие разные виды мышц, чтобы прийти в форму к будущим соревнованиям. Благодарим Краснодарский край. И руководству города тоже, конечно, большое спасибо, что смогли обеспечить место в таком красивом городе. Я ездила каждый день в Сочи, а теперь мне близко, комплекс рядом и можно потренироваться хорошо. Большой зал, больше места, больше столов, очень высокие потолки. Могу выше кидать предмет и шире по площадке могу двигаться. Мама 18-летней Юлии Чичулиной, которая достигла высоких результатов в художественной гимнастике и доросла до мастера спорта России в своем виде, надеется, что новый комплекс станет местом притяжения для выпускников спортивных школ Лазаревского района и тренеров со всей России. Я думаю, что деток будет больше, желающих записаться. Будут приезжать сюда работать тренеры. Не только Краснодарские, наверное, со всей России будут желающие приехать. Хотим поблагодарить администрацию Лазаревского района, администрацию города Сочи за такой большой вклад в развитие спорта в Лазаревском районе, потому что действительно зал нужен, детей очень много. Возведенный по самым современным спортивным стандартам, этот комплекс теперь сможет принимать соревнования и чемпионаты самого высокого уровня, не только городских, но даже краевых и всероссийских. Реализация программы строительства спортивных объектов будет продолжена. Сейчас решается вопрос о возведении водного комплекса в Лазаревском районе. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.